всем привет мы находимся в музее авиации в киеве если вы не знаете что это и где это обязательно загуглите и придите сюда в какой-нибудь выходной либо рабочий день и погулять здесь очень прикольно а мы собрались на презентации fuji камеры x pro 2 это их теперь самая-самая топовая из всех топовых камер и мы сегодня сможем ее пощупать причем в реальных условиях мало того сейчас уже начало восьмого до вечера и поэтому мы будем снимать при недостаточной освещенности я так понимаю с какой-то светосильной оптикой и реально будут такие условия ух клевая и фото фоточки тоже должны быть прикольные а еще мы есть по инстамитим ну так уже за одну потому что прикольно прикольно вот и еще есть будет александр чабан это такой вот украинский фотограф он будет показывать свою фотоэкспозицию которую он уже наснимал на x pro 2 так что будет интересно пока все журналисты и гости мероприятия неспешно собирались мы решили не терять времени и устроили себе небольшой инстамит как-то вот так происходит работа с моделью вдоволь на фотографировавшись мы вспомнили что приехали сюда не просто так и вернулись на презентацию кстати организаторы запарились и сняли для мероприятия целый самолет грузовой и у 76 на улице проходила небольшая тусовочка а вся экспозиция была внутри этого великана помимо самой презентации камеры на мероприятии были показаны работы travel фотографа александра чебана снятые в основном именно на x pro 2 мы решили поинтересоваться у него лично чем же ему запомнилась новинка рядом со мной александр чебан как он сам себя представляет он travel блогер и при этом авиафотограф да вот он достаточно известен и в украине и за ее пределами в первую очередь своими необычными фотографиями и местами где он делает и вот он ты достаточно давно уже занимался скажем так съемкой на зеркалке но вот буквально это стал переломный период когда вот ты решил такие что ты сменишь ты готов сменить свою большую тяжелую камеру вот на x pro 2 расскажи там буквально в двух словах там почему вот какие кардинальные такие вот раз два три отличия вот именно x pro 2 от всего предыдущего там беззеркалья да что вот дала тебе возможность перейти на новую систему до x pro 2 стала таким триггерным моментом смены системы до этого снимал на большую черную зеркалку mark 2 canon но вот это первая камера которую я взял в руку и решил все это тот момент когда пора менять камеру и вот полтора месяца я уже снимаю на x pro 2 очень доволен могу подчеркнуть таких три момента первый автофокус автофокус работает прекрасно автофокус очень быстрый он действительно быстрее чем предыдущие поколения камер это и быстрее чем xt1 быстрее чем xt10 и однозначно намного быстрее чем предыдущий предыдущий флагман x pro 2 x pro 1 второй момент на который хотел бы сакцентировать внимание это следящий автофокус следящий автофокус работает вообще отменно на особенно на длинных длиннофокусных объективах динамичные сцены объекты которые двигаются в общем-то для путешествия для кого-то жанра это шикарно и третий момент это эргономика эргономика и вес размеры камеры которые однозначно меньше однозначно компактнее допустим я увлекаюсь не только скажем каким-то стрит съемкой но или какой-то спокойной пейзажной фотографией но в том числе extreme я катаюсь на лыжах вот я взял эту камеру с собой в рюкзак на хелески и занимался фрирайдом на камчатке когда камера занимала там ну буквально несколько квадратных сантиметров грубо говоря при этом давай отличные кадры и имея потрясающую производительность наверно вот так саша спасибо что поделился впечатлениями крутых тебе фотографий офигенных мест съемки мы будем следить своим творчеством в общем дерзай ну а потом мы перешли к десерту к тому зачем мы ехали на презентацию x pro 2 камера добротная увесистая все потому что на цельнометаллическая корпус полностью пыли и влагозащищен а еще камера спокойно может работать в мороз до минус 12 внутри установлена новая матрица x trans уже третьего поколения размер остался прежним api си но ее разрешение увеличили до 24 мегапикселей главная особенность x pro 2 это гибридный видоискатель он может работать как оптический как электронный так и совмещать эти два режима в последнем случае поверх оптического видоискателя проекцируются все параметры съемки а внизу появляется маленький экранчик который показывает цифровое изображение в реальном времени если вам всегда было интересно как это визироваться через видоискатель как у дальномерки пожалуйста когда это надоест можете в один клик переключиться на электронный порадовала серийная съемка в связке raw плюс чпк она равна 8 кадров в секунду но буфер камеры не очень большой так что после длинной серии нужно будет подождать пока все файлы запишутся на карту памяти а для карт памяти у x pro 2 есть целых два порта один для скоростных карт и с 2 а второй для обычных это еще одно доказательство что x pro 2 не игрушка а инструмент профессионала в новинке установлен самый прогрессивный модуль фокусировки среди камер x-серии он насчитывает 196 контрастных и 77 фазовых датчиков точки фокусировки покрывают практически все поле кадра еще одна удобная фича это джойстик для выбора точки фокусировки все это позволяет изначально компоновать кадр так как вам и нужно например фокусируясь на глазах модели в самых краях кадра x pro 2 очень много дисков прокрутки и функциональных клавиш для быстрой настройки всех параметров съемки оригинально выполнен диск для выбора светочувствительности матрицы он совмещен с диском выдержки и чтобы изменить iso нужно приподнять колесико вверх решение интересное но очень спорно не всегда будет удобно им пользоваться вот так проходила презентация камеры fujifilm x pro 2 в музее авиации в киеве в скором времени ожидать обзор этой камеры а если вам понравилось это видео ставьте лайки нам очень много лайков подписывайтесь на канал пишите комментарии всем пока ребят я спокоен